приветствую сегодня как раз таки у нас та самая наболевшая тема которой я так долго не хотела уделять внимание но как говорится все случается и сегодня мы разберем как проверяют qr-код и что будет если вдруг ваш qr-код окажется поддельным сейчас есть множество сайтов множество объявлений покупки qr-кода естественно неофициально есть даже генератор qr-кода который можно сделать в через интернет как проверяют qr-код его проверяют через мобильное приложение госуслуги стоп коронавирус то есть при сканировании выводят на страницу если ваш qr-код действительно и там будут все сведения об этом также там содержится сведения о пройденных pcr тестах результат pcr теста также можно посмотреть на сайте роспотребнадзора приложение для проверки qr-кода доступно всем кто зарегистрирован на госуслугах имеет подтвержденную учетную запись через это приложение проверяют и в торговых центрах при входе есть множество сайтов которые выводят при сканировании qr-код на сайт похожий в точь-в-точь на сайт госуслуги и разница только в названии в строке в браузере так что же грозит за использование недействительного qr-кода наказание будет и для тех кто изготовил этот qr-код и для тех кто его использовал если вы используете qr-код то уголовная ответственность наступает с момента когда вы этот qr-код предъявляете если вы изготовили то с момента изготовления даже если в этот qr-код еще не успели никому передать речь идет о документах которые способны повлечь какие-либо юридические последствия например лишение приобретение прав и обязанности а также их изменения изготовление использование поддельного qr-кода говорит о том что вы подделываете как раз таки медицинский документ который подтверждает наличие у вас сделанной прививки а что же будет с теми кто использует реальный действительный qr-код но не свое чужого человека это будет расценено как нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия и ответственность будет наступать зависимости от тяжести последствий то есть если человек кого-то заразил сколько это человек и так далее так как введение qr-кода это сравнительно недавняя мера то судебная практика еще не сложилась однозначным образом могут привлечь как административной так и к уголовной ответственности также могут квалифицировать ваши деяния как изготовление либо использование поддельного документа а также могут квалифицировать как нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия если у вас остались какие-либо вопросы вы можете присылать мне их здесь в комментариях либо писать мне в instagram на этом все пока